В моем канале спасибо, что заглянули, меня зовут Лилия Донскова. Сегодня у нас по традиции ТОП-10 из каталога номер 15 компании Арифлэйн, то есть каждый каталог я записываю те продукты, показываю. По моему мнению, я думаю, что эти продукты стоит рекомендовать людям, обратить на них внимание и рассказать чуть поподробнее. У нас огромный ассортимент, около полутора тысяч наименований, которые постоянно обновляются, и рассказать обо всем людям нереально. Особенно, если это незнакомые люди, вы только вступаете в контакт со своими клиентами будущими, может быть, они не станут вашими клиентами, поэтому не стоит их сильно грузить. После себя нужно оставить приятное послевкусие. Но вы должны отметить для себя несколько продуктов из каталога, о которых в случае чего вы быстренько расскажете. У меня бывают такие ситуации, когда я оставляю каталог, и чувствую, есть небольшая как бы пауза или заминочка, в которую я могу вставить такое предложение «А, кстати, обратите внимание на эту страничку», и открываю определенную страничку, заранее стараюсь поставить закладочки. Вот такие вот закладки можно купить в любом канцелярском магазине. И в каждый каталог две-три закладочки вставляете именно на те странички, которые вам самим нравятся. Это очень важно – передать внутреннее состояние и настрой на продукт человеку, которому вы даете каталог, и даете рекомендацию. Потому что если вам самим продукция не нравится, вы ее, например, не знаете, сами не листали каталог, то просто так с потолка взять какую-то информацию нереально. Поэтому, во-первых, вам должна нравиться продукция, то есть вы ее выбираете сами, ту, которую вы хотели купить или планируете купить, и о ней говорите с людьми. О чем я буду говорить с людьми в этом каталоге? Итак, первая страничка – это, конечно же, невероятная акция, когда мы собираем любые три продукта с определенных страниц. Они обозначены в каталоге. Выбираем любую помаду, любую тональную основу или тушь. То есть у нас, получается, три продукта всего за 599 рублей. Итак, это может быть помада, например, из серии The One, такая кремовая помада. Это у меня новенькая лежит для клиентки. Вот такая шикарная помада. О ней хорошие отзывы. Но я, честно говоря, не пробовала. В этот раз я решила, что я точно закажу себе одну из помад, потому что, во-первых, выгодное предложение, во-вторых, действительно интересно попробовать помаду. Просто так совпало, когда вышла эта коллекция. Я была еще брюнеткой, жгучей брюнеткой. И я уже знала, что я буду менять цвет волос, и поэтому не набирала себе новых помад, потому что меняется цвет волос, меняются оттенки. Поэтому сейчас я буду выбирать селеновую помаду. И я думаю, что это будет из этой серии. Также можно выбрать помаду из новинки. Та, которая превращается в матовую. Это очень интересное предложение. Далее. Вы можете выбрать одну из тональных основ. Я рекомендую стойкую тональную основу. Я сама ее полюбила с первого взгляда. Вот честно. Мне очень нравится в Арифлейме две тональные основы. Это преображающая. О ней я тоже сегодня буду говорить. И мне очень нравится стойкая. Она для меня просто одна из лучших. Потому что с ней нет никаких заморочек. Ее просто наносишь, и она просто шикарно лежит. И очень стойкая. При этом прозрачная, невидимая на лице. То, что я очень люблю. Когда люди не могут понять, накрашена я или нет. И третья ее супер, супер характеристика. То, что она не забивается в поры вообще. То есть я ее очень люблю. Несмотря на то, что она дешевая. Обычно бытует такое мнение, что чем дороже продукт, тем он круче. На самом деле для меня не так. Если сравнивать с другими тональными основами. Даже более дорогими. На порядок. На два. Выше. То я бы выбрала опять эту тональную основу. Потому что она суперская. И третий продукт. Это тушь. Любая тушь пять в одном. Водостойкая или классическая. И тушь в зеленой упаковке. XXL тоже пять в одном. Это все серия The One. И эту тушь я хочу повторить. Потому что я ее брала, как только она вышла у нас впервые. Она мне не очень понравилась по кисточке. Но у нее кисточка такая же, как пять в одном. Но чуть-чуть вот этот кончик. Чуть-чуть кончик пошире, чем у классической кисточки. И мне было непривычно. Но я к ней все равно приспособилась. Зато какая у нее крутая начинка. Что такое начинка? Это сама тушь. Дело в том, что она идеально смывается водой. Просто смывается, не оставляя следов. Я очень люблю, когда с косметикой совсем нет проблем. То есть ее не надо тщательно смывать. Несколько спонжей на это тратят. Я люблю просто водичку умыться, чтобы уже было чистенько. Ну, если есть какие-то остатки там карандашика, теней. Туда я их сниму со специальным средством. Но когда тушь смывается водой, это, конечно же, круто. Поэтому я повторю эту тушь. Выберу одну из помад из серии Зевант. И тональную основу. Повторю этот же оттенок. Скажу вам, какой у меня. 301,61. Потому что он идеально подходит для светлой кожи. И особенно в зимнее время года, когда кожа будет светлая. То это будет идеальный вариант. Итак, первый это набор. Это бомбическое предложение. Всего за 599 рублей. Но нужно взять обязательно три продукта. То есть, если вы берете два, то они просто пройдут со скидкой. Но чтобы именно в этой акции надо все три. Далее я подумала, что будет очень актуальна новинка. Это гель для душа и мыла из серии Огни Парижа. Мы очень полюбили эту серию. Мы давно ей пользуемся. Особенно я люблю мыла. Мыла я очень люблю. Потому что, во-первых, их действительно всегда нужно много. Я люблю разные ароматы. И гели для душа. И это все у нас просто в огромных количествах. Каждый месяц используется. Я уже это заметила по своим пустым баночкам. Кстати, это очень полезная привычка. Собирать в течение месяца пустые баночки и показать семье, например. Особенно, если вас не поддерживают в этом деле, в нашем деле. Покажите семье, сколько у вас уходит средств гигиены, косметики и парфюмерии в течение месяца. И, может быть, они почувствуют, что действительно это круто, когда есть большая скидка. Есть еще у кого-то кэшбэк. То есть, чем выше ваш заказ, например, начиная со 150 баллов, возвращается 10% кэшбэк. Это порядка 800 рублей. Это очень приличная сумма. Но 800 рублей столько всего можно набрать из каталога. Поэтому я думаю, что эта серия будет популярна, потому что это новинка. У нее такой праздничный дизайн с эйфелевой башней, с салютом. Ну, просто потрясающе. И вот так на сувенирчики, на подарки можно, конечно, взять такую продукцию. Далее я отметила питательную маску и перчатки. Действительно, очень супер выдает возраст кожа шеи и кожа рук. О шее мы чуть позже поговорим, но сейчас речь идет о руках. Дело в том, что мы тело закрываем в течение всего года одеждой. А руки у нас подвержены больше всего негативному воздействию внешней среды. А еще мы вдобавок ко всему постоянно взаимодействуем с химическими средствами. То есть мы моем посуду, делаем уборку. И я знаю не понаслышке, что далеко не все пользуются перчатками. Заблокитесь, напишите в комментариях честно. Пользуйтесь вы перчатками при уборке, при мытье посуды или игнорируете этот факт. Я рекомендую пользоваться перчатками. Я сама это делаю где-то 50 на 50. На самом деле в них не так комфортно, как руками чувствовать все это. Но я стараюсь надевать перчатки. Итак, это будет новая питательная маска серия SPA. Я серию SPA просто обожаю. А если уж это новинка, то обязательно буду пробовать. Что здесь интересного? Эту маску можно использовать просто как крем для рук. А можно как маску. И желательно под эти волшебные перчатки. У которых есть, кстати, такая специальная накладочка на главные пальчики. Это для того, чтобы можно было пользоваться телефоном, гаджетами. То есть сенсорная функция присутствует. Перчатки усиливают действие маски. И благодаря этому кожа становится более разглаженная, напитанная. Поэтому я себе закажу обязательно. Это даже не обсуждается. Далее. Следующая страничка. Это волшебник маленький. Такой волшебник. Это спрей для расслабления. Который улучшает наш солнце. Сюда входит экстракт лаванды. Он не очень приятный на вкус. Честно скажу. У него нет такого благоухания. Нет. Обычный. Но он нейтральный. Он не раздражает. Не бесит этот запах. Он не вызывает неприятных ощущений. То есть я к этому отношусь как к лечебному эффекту. Как к травкам. Которые бывают иногда неприятные на вкус. Но они полезные. Так вот. Я отметила. Что благодаря этому спрею. Сон действительно. Во-первых. Быстрее засыпаешь. То есть расслабление наступает более быстро. Особенно у меня очень. Такая возбудимая нервная система. И если у меня в голове возникают какие-то идеи. По поводу того. По работе. Там какие новые видео отснять. Или по творчеству. То я просто уснуть не могу. Меня эта идея захватывает целиком. Но если я не посплю в сутки 8 часов. То я становлюсь просто вареным. Я не знаю. Кабачком. Я просто не могу жить. Если в моей жизни недостаточно сна. То есть я становлюсь какой-то не совсем собранной. Поэтому если я ложусь. Понимаю что уснуть я не могу. Я встаю и делаю пару пшиков. Это кстати уже второй факончик. Который я использовала с момента его выхода в коллекцию. И мы очень рады что его не убрали. С производства. Потому что мы видели в какой-то каталоге были часики. И мы все испугались что он закончится. Далее. У меня его использует мама. Моя мамуля. У которой огромные проблемы со сном. У человеку более 70 лет уже. И она реально часто пьет специальные какие-то таблетки. Там для сна. И когда я подарила этот флакончик. Со спреем. Она сказала. Слушай классная штука. Правда работает. Вот. Ну если уж усыпили взрослого человека. То еще расскажу про младенцев. Подруга врала для сынишки. Тоже говорит. Такой подвижный. Легковозбудимый. Не уложишь его спать. Утром садик не разбудишь. Я ей говорю. Попробуй. Попробовали. Понравилось. Реально работает. Один-два пшика. В зону сна. Где подушечка. Там может быть там. Ну где-то рядом. То есть не надо его в нос себе брызгать. То есть пшикнули. Он немножечко развеивается. Ложитесь. И сладенько спите. Смотрите самые крутые свои сны. Следующая страничка. Это полностью весь раздел серии чайного дерева. Решила отметить ее. Потому что сами ее очень любим. Эту серию. Во-первых мы обожаем маску. Кстати не нашла маску. Недавно ее дочке подарила. И не нашла ее на полочке. Может она ее куда-то убрала. Точно еще не могла использовать так быстро. Маску. Она идет как маска скраб. Вот в таком вот тюбике. Маска скраб. То есть если вы никуда не торопитесь. Носите как маску. Она подсыхает. Очень хорошо чистит поры. Снимает воспаление. То есть если у вас кожа легко раздражается. То лучше не тереть. Если близко кровеносные сосуды. Не надо использовать как скраб. Используйте как маску. А если вам кожа позволяет использовать как скраб. Я например пользуюсь. Я люблю скрабы. Для меня маска не очень любимый процесс. Потому что это долго. Это надо нанести. Особенно если маска высыхает. То нельзя гримасничать. А я очень подвижная. У меня лицо такое мимическое. Богатое. Это я на камеру еще сдерживаюсь. А в принципе я очень эмоциональная. И для меня маска 10 минут спокойствия. Это не всегда удобно. Поэтому я люблю как скрабик. Во-первых это быстро. Сделала. Смыла. Тоником процерла. Крем нанесла. И все шикарно. Лицо сияет. Поры чистенькие. И кожа сразу выглядит более свежей. Такой молодой. Потому что уходит вот эта серость. И выходят наружу свежие молоденькие клеточки. Которые полные влаги. Силы. Они сияют. И они придают коже такой розовый оттенок. И это тоже наш любимчик. Это масло чайного дерева. И я считаю что мы сейчас просто необходимы. Как ароматерапия. Как средство против всяких ранок. Воспалений и так далее. Почитайте в интернете. Сколько масло приписывается волшебных свойств. Которые он излечит. Потому что чайное дерево это очень мощный антисептический. И ранозаживляющий продукт. Поэтому у нас дома он постоянно. Мы ему нас наклеим. И горлышко. И все мажем. Все ожоги. Ранки и так далее. Ранки у нас часто бывают. Потому что котик. Которого вы все так любите. Он сегодня отказался от съемок. Но зато он любит оставлять царапки. А с ним невозможно не играть. Потому что он такой милый. Его хочется потетюшкать. А он это не очень любит. И он часто говорит нет. Вот и этими движениями царапающими. Ну как видите ручки все чистые. Потому что я сразу ранки все обрабатываю маслом чайного дерева. Они очень быстро заживают. Даня. Кстати здесь выходит новинка. Та самая помада. Которую очень многие любят. Помада антибактериальная. Ее точечно наносят на прыщики. На зоны воспаления. У меня одна клиентка очень любит эту помаду. И когда ту убрали нашу двухстороннюю. Она была в шоке просто. Как? Как я буду жить? И я ей позвонила и говорю. Вышла твоя помада. Вообще круто. Она так обрадовалась. Следующее что я буду рекомендовать. Это то что я сама очень сильно полюбила. Это бустеры. Я уже использовала желтенький. Он просто обалденный. Начала использовать розовый. Желтый энергетический. Розовый питательный. То есть это вот такая пипетка. То есть нажали. Набрали. Потом открываем. И здесь в пипетке уже набирается это специальное средство. Которое нужно смешать с кремом. То есть я прямо в ладошки делаю замес. 2-3 капельки бустера. И крем мою привычную норму смешиваю. И переношу пальчиковым дождиком. Вот так вот делаю на лицо. Я вижу эффект. Мне безумно нравится как работают бустеры. И во-первых это средство. Оно отличается от сыворотки очень сильно. Оно даже по моему по своим показателям круче чем сыворотка. При этом очень приемлемая цена. Очень приемлемая. Всего 319 рублей. Хватает надолго. Одного флакончика мне хватило примерно на 2 месяца. Я не могу точно прямо сказать. Но пользуюсь каждый день. Очень редко пропускаю. Только если я крайне тороплюсь. И мне надо прямо вот мухая все сделать. Но это не долго. Поэтому я стараюсь 2-3 капельки добавить крем. Мне нравится как ложится крем. Я использую с коллагеном. Это не простой крем. Его нужно аккуратно вбивать пальчиками. Не торопясь. Если его намажешь он может свернуться. То есть товарищ он капризный. И я его готова терпеть. Несмотря ни на что. Потому что он дает крутой эффект. На лице конечно лицо выглядит намного моложе чем могло бы. А с бустером крем наносится идеально. Просто жух-жух и все. И готово. Поэтому я бустер просто очень обожаю. Я его рекомендую людям. Рассказываю о нем. Ну и смотрю уже начинаю прислушиваться. Присматриваться. И вот сейчас я вам покажу то что я жду в каталоге больше всего. Больше всего. Больше всего. Я не знаю почему. Но мне кажется что этот продукт должен стать значимым. Значимым для консультантов. Для клиентов. И в принципе и для женщин. И для мужчин. Потому что это тот самый концентрированный крем скульптор для шеи и декольте на вейдж. В принципе на вейдж для меня номер один. Я хочу сказать что это любовь с первого взгляда. Это тот продукт который дает результат. Бесспорно. И если люди пишут что не понравился. Не подошел и так далее. Такое может быть. Это конечно печально. Но надо смотреть насколько правильно пользуется человек этим продуктом. Потому что это не простая серия. Как я говорю. К ней нужен прям инструктаж проводить тщательно. Объяснять как правильно пользоваться. Отследить чтобы человек ничего не перепутал. У нас была ситуация. Просто вау какая. Одна девочка пришла на мастер-класс. А на мастер-классе мы тогда использовали только серию ultimate lift с молочком. И как вы знаете. Молочко иногда можно не смывать водой. То есть мы его наносим ватным диском. Все протираем. Потом тоником завершаем процесс очищения. Но желательно смывать. Молочко мы тоже не оставляем на коже. Потому что тоник может полностью его не удалить. Но это ладно. Пол дела. Девочка в результате выписала серию true perfection. То есть ей она больше подошла по ее запросам и по возрасту. И в этой серии у нас не молочко. Пенка. То есть это было чуть ранее. До того как нам изобрели этот вау продукт. Гель тоник. Который сейчас во всех сериях одинаковый. Раньше было молочко. А в других сериях гель. Так вот. Девочка помнила какие действия она делала на мастер-классе. То что мы не смывали первый этап. И она так же делала с пенкой. Вы представляете. Она просто наносила пенку на лицо. Протирала тоником. Наносила крем. И через несколько дней у нее пошли неприятности. Какие-то прыщики посыпались на лице. Как-то ей стало некомфортно. Сухость какая-то. Но это же нормально. Если у вас мыло. Намыльте лицо мылом. И еще сверху навалите кремом. Представьте какая будет ситуация. Конечно гель для умывания он не такой жесткий как мыло. Да он мягче. Но когда несколько дней подряд. Мыло лежит на лице. Поверьте мне. Что даже самая не капризная кожа. Получит стресс. И она как-то об этом даст знать. Так вот. И сразу задали вопрос. Кстати мне безумно понравилось. Я пообщалась с Натальей Раткевич. Наш идеальный косметолог. Я очень часто к ней обращаюсь с разными вопросами. И я ее спросила. Что может быть. Первый вопрос. Который она спросила. Как она использует средства. Спроси ее. Как. Какую последовательность. Как она смывает. Не смывает. Я сразу выяснила причину. Что девочка не смывает гель. Все. То есть. Причина. Почему не подошел. Или не понравился. Комплексный уход на вейдж. Их может быть. Много. Надо выяснять. Что не так. Потому что я перепробовала все комплексы. У меня не все подошли. Ну такое не может же быть. У меня не идеальная кожа. Да. Она тоже бывает. Реагирует как-то. Но мне все понравилось. Поэтому я думаю. Что надо просто правильно выбирать. Итак. Что поговорим об этом самом скульпторе. Дело в том. Что. Шея. Стареет быстрее. Чем лицо. Насколько бы у нас не было. Яркая мимика. Все равно морщинки вокруг глаз. И носогубные складочки. Где тут на лице. Лоб. Я вот лобом активно. Просто двигаюсь. Вот. Оно все равно не так. Заметно. Потому что когда у нас лицо живое. То мы не обращаем внимание на морщинки. Согласитесь. Что живое лицо. Даже морщинистое. Но когда оно ухоженное. Оно веселое. Позитивное. И оно такое вот живое. Оно нам просто нравится. И мы не считываем эту информацию. Как ой морщинистая. Ой надо же. Какие глубокие морщинки. Или как их много. Нет. Мы просто любуемся человеком. И все. Но когда шея. Начинает дряблеть. Провисать. Появляется. Несколько глубоких складок. И кожа между ними. Становится такая дрябленькая. Это уже ничем не оправдаешь. Никаким позитивным мышлением. Да. Подвижным лицом. И так далее. Поэтому я безумно рада. Что вышел этот крем. И я конечно его первым кодом вобью к себе в заказ. И еще. Мы можем конечно прикрывать одежды шею. Но согласитесь. Хочется как-то носить разнообразные вещи. А не подбирать их под эту проблему. И ходить все время в водолазках. С высоким горлышком. И шарфиками на шее. Это не очень хорошо. Поэтому давайте пробовать. Я в первую очередь закажу. Попробую. Все вам расскажу. И я думаю что для такого продукта это нормальная цена. Тем более в этом каталоге будет скидка. Далее. Гиганты. Вот эти гиганты. Их тут несколько. У нас страничка. Крема для рук. Средства для ног. И средства для волос и купания. Для души. Они идут в Mega XXL объемах. И это действительно круто. Вы можете посчитать цену. Та которая привычная. Стандартная. Рассчитывая на привычный объем. Например. Обычный объем крема 75 мл. Вот так выглядит. И стоит. Ну. Как правило. В пределах 99 рублей. Со скидкой. Крем в два раза больше. Посмотрите. Он действительно. Он. 150 мл. И 75. Огромная разница. А стоит всего на 59 рублей дороже. То есть да. Ну. Считайте. Выгодно. Не выгодно. Я люблю большие. И маленькие люблю. Потому что маленькие можно с собой носить. И у меня просто кремы по всему дому стоят. Обычно открыто 3-4 крема для рук. Но я люблю вот этот крем. Прям его вам прорекламирую. С миндалем. Loving Care серия. С миндалем. И очень удобной открывашкой. Раз. И готово. Выдавил крем. И уже когда крем на руке. Не надо мучиться закручивать крышечку. Просто хлопнул крышечку. И крем нанес на ручки. Все. Я вот из-за только. Я бы только из-за упаковки брала такой крем. Реально. Потому что вот эта упаковка мега неудобна. Его надо открутить. Выдавить крем. Потом закрутить. Это все долго неудобно. Но деваться некуда. Иногда нужны и маленькие флаконочки. Поэтому я думаю что большие объемы стоит рекомендовать. Это выгодно. Это удобно. Многие люди любят экономить деньги. Берут сразу большие партии чего-то там. И в продуктах. И также в средствах гигиены. Чтобы сэкономить. И пусть стоит. Вся семья пользуется. Очень удобно. Далее. А по моему осталось две закладочки. Да. Это тональная основа преображающая. Это та самая которую я тоже люблю. Есть у меня серия клиентов. Которые никогда не возьмут такую продукцию. Они берут только вип. То есть они даже не смотрят другие странички. Они только любят дорогие красивые упаковки. Чтобы ценник был хороший. Потому что у них бытует мнение. Что если дешево значит не хорошо, не качественно. Но я не стремлюсь их разубеждать. Потому что я сама обожаю эту тональную основу. Единственное что я выбрала не очень удачный цвет. И он мне не подходит когда кожа светлая. Я могу пользоваться только когда загар. Но я его использую на мастер-классах. Этот тон он очень многим подходит. У кого бежевый оттенок. То есть я брала теплый нюд. Это 35-237. Но немножечко ошиблась. Потому что у меня слишком холодный по тону кожи. И этот теплый не подошел. Но зато по качеству тон обалденный. Во-первых он с удобным дозатором. Тоже просто выдавил на руку палитру две капельки. И наносишь уже на лицо спонжем или кистью. И он действительно очень качественный. Это тот самый крем. Который не забивает пора. Идеально выравнивает кожу. Подсвечивает ее. Делает ее изумительно такой красивый. Ухоженный. Холеный. И я за это крем просто очень полюбила. И он в этом каталоге с большой скидкой. И завершает обзор. Последняя страничка. Это наши любимчики. И в таком красивом дизайне. Серия мед и молоко. Крем для рук и тела. Мыло в праздничной упаковке. Все это в обновленном дизайне смотрится очень-очень великолепно. Классный ценник. Крем будет немножко другой дизайн. Это такая прошлая упаковка. Тоже праздничная. Но это огромный бочонок. 250 мл. Потрясающе ароматного крема. Целый стакан крема. Представьте себе. Мед и молоко. Я его просто обожаю. И, кстати, давно не открывала себе баночку. И думаю, что пришла пора. Надо открывать. Потому что это действительно вкусняшка, которой хочется возвращаться и возвращаться периодически. Он невероятно крутой. И очень красивый дизайн. И мы напоминаем клиентам, что скоро новогодние праздники. И надо запасаться подарками заранее. Не в последний день, когда все закончится в каталоге. А заранее в этом взять несколько подарков. В следующем я предлагаю клиентам составить список людей, кому они хотят делать презенты. Какую сумму они готовы потратить. И подбираю им уже продукцию по их запросам. Поэтому, посмотрите, очень красивый дизайн. Мыло в коробочке придет. То есть его уже можно дарить как отдельный самодостаточный подарочек. Если хочется просто сделать какой-то приятный презент. Не обязательно покупать мышонка, которая будет пылиться на полке. А лучше подарить хороший, качественный продукт, который человека будет радовать на протяжении какого-то времени. Ну, пока не мере мыло для рук. Такой кусочек 75 грамм. Ну, две недели точно прослужит. А может быть и больше. Крем для тела месяц, два, три. Кто как пользуется. У меня обычно такая банка максимум два месяца живет. И то при условии, если еще открыта пара кремиков других. Потому что, как вы знаете, я люблю разнообразие. И у меня такого не бывает, что я подряд пользуюсь одним и тем же. Только это касается ухода за лицом. Вот. Все рассказала вам. Осталось подвести итог. Составьте список своих любимых продуктов. Отметьте их закладочками в каталоге. Настройтесь на общение позитивное. Посмотрите мои ролики, где я рекомендую, как общаться с клиентами, как создавать клиентскую базу. Используйте то, что вам близко. Не обязательно все. Потому что то, что мне подходит и мне нравится, не обязательно сможете вы использовать. Выберите несколько лайфхаков, которые вам понравятся и подойдут. И используйте их в своей работе. Создайте себе уютную клиентскую базу, которая будет вам позволять каждый каталог быть в премьер-клубе. И полностью окупать свой собственный заказ, как минимум. Это очень приятно, когда вы получаете продукцию в подарок. За счет того, что просто помогли другим людям прикоснуться к прекрасному. И начать пользоваться качественной натуральной продукцией. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всего доброго. Пишите свои отзывы в комментариях. И классного вам каталога. Пока-пока. GoPro. Стоп видео.